Партон, за повтор, как вы оцениваете уровень образования, полученного вами в России? Да никак, я никакого образования в России не получал. Тумсо, если ты хочешь нормально жить, тему поменяй. Ты такой же, как все, обычный блогер, это твой хлеб. Ты кормишь себя и свою семью. Так что на правительство зубы не точи и веди себя достой. Но, он должен был дописать, не дописал. Хорошо, Маша Измайловская, так и сделаю. Спасибо тебе за этот совет, ты открыла мне глаза. Смотрел высказывание Невзорова о исламском мире. Цитата, мусульмане являются нахлебниками у всего цивилизованного мира. Нет, я не смотрел, я не смотрю этого человека. Если он подобное сказал, ну что поделаешь. У него есть такая возможность говорить все, что он хочет. Он ее использует. Партон, за повтор, как вы оцениваете уровень образования, полученного вами в России? Да никак, я никакого образования в России не получал. В классическом понимании этого слова не было. Я не в школе, не в техникуме, не в институте. В школе, конечно, я получил какие-то базовые знания. Читать, писать, складывать. Разумеется, я научился в школе. Но если мы посмотрим дальше, ни техникум, ни институт. Он не дал мне никаких знаний. От слова вообще. Никаких. Я оцениваю. Я не могу, конечно, из-за этого вообще все образование в России списать. Где-то, конечно, есть в России образование в том же МГУ или МТУСИ. Где-то там будут какие-то вузы, в которых будет возможно нормальное образование. Но говоря обобщенно, о России, да нет там нормального образования. Вообще сама система образования, она очень сильно устарела. Она давно уже не рабочая. Это неправильный подход. Когда всех людей просто как роботов по одной программе обучают. Это ненормально. Надо понимать, что дети разные. У каждого сидит индивидуальные способности. Кто-то хорошо запоминает, кто-то хорошо складывает. А кто-то какие-то химические компоненты хорошо смешивает. Поэтому нужно индивидуально развивать каждого ребенка в его направлении. Кто-то руками хорошо мастерит. Он будет из дерева такие шедевры тебе вырезать. Но элементарную какую-нибудь задачу, допустим, по математике или физике, он никогда ее не решит. Или, например, никогда не сможет грамотно писать. Не дано. Не работает у него мозг в этом направлении. Зато ты никогда не сможешь из дерева вырезать то, что он делает. Или там из железа, например, кто-то кует. Каждому нужно направлять, помогать ему развиваться в том направлении, в котором он хорошо двигается. Стокгольм, Стокгольм, задонатил. По одной программе-то еще ладно. Можно, пожалуйста, хотя бы на уроке информатики не рассказывать, что такое соцсети и интернет. Уже давно им об этом могут рассказать, да, преподавателям. Там же правда, что тогда я выпустил всех уголовников. Не всех, но каких-то людей отпустили. Это тоже логично. Те, кто был осужден по действовавшим на тот момент законом, как только эти законы перестали действовать, разумеется, их по закону нужно было освобождать. Их освободили. Но там не всех это касалось. Это как амнистия была. Она касалась определенных статей. Почему это надо принять, что мы разделились? А куда мы денемся, не приняв это? Если мы не будем это принимать, то это еще сильнее усугубит раскол в наших народах. Так как, если чеченцы будут говорить, что нет, никаких ингушей не существует, это чеченцы, это будет обижать ингушей. Причем большинство ингушей, так как большинство не приемлет считать себя чеченцами. Понимаете? Если же ингуши будут говорить, что нет никаких чеченцев, это ингуши, то это не приемлет чеченцы. Большинство опять-таки чеченцев. Это будет только нас обижать, мы будем говорить друг друга какие-то неприятные вещи. В общем, это не приведет ни к чему хорошему. Поэтому лучше нам сейчас, наоборот, это осознать, принять, сказать окей. Да, мы два народа, близкие очень, братские, но два народа, ингуши и чеченцы. Развитие у нас тоже будет идти отдельно. При этом нужно максимально сблизиться, чтобы у нас при разных, допустим, республиках, наша общая цель должна быть, это освобождение всех республик Кавказа. И чтобы отдельно было государство Ингушетия, отдельно было государство Чечня. Но при этом мы были в едином союзе, были братьями и максимально интегрированы друг с другом. В том, что ты читаешь и не отвечаешь, почему столица Чечня названа Грозный и кто он был. Столица Чечни, город Грозный, назван таким именем, потому что до этого там была основана крепость. И эта крепость называлась Грозная. На этом месте были несколько чеченских сел, и они были сожжены, вместо них на их месте была основана вот эта крепость. Она какое-то время носила это название, крепость Грозная. Потом уже со временем крепость превратилась в город. И после этого вот это окончание из Ная было переделано на Ий. Получилось город Грозный. А следы от этой крепости, то есть от этой стены, они до вот этой последней реконструкции проспекта Победы, проспекта Путина ныне, они там были. У нас во дворе прям была часть этой стены. С тех пор еще каменная стена, небольшая такая часть была сохранена. Но кадыровская власть, проводя реконструкцию, решила, что это в принципе ну ничего не значащий памятник архитектуры. И они просто эту стену снесли и на этом месте сделали газон. И вот так последние следы этой крепости были уничтожены. Вряд ли в советское время кто-нибудь думал, что страна развалится и он использует свой военный опыт по-другому. Тогда все служили в советской армии и делали карьеру просто. Даже если так, главное, что они помнили, кто они есть и что они должны сделать в час икс. Мы все живем сегодня своей жизнью. Кто-то работает, кормит свои семьи, получает образование. Но каждый человек знает, что в час икс он должен будет использовать свой опыт, свои знания, свои навыки, все, что он имеет, свое имущество, он должен будет использовать для нашего освобождения, для нашей свободы. Вот точно так же и тогда люди, неважно, где они служили, где они работали, чем они занимались, они знали, что час икс, как только он настанет, они должны будут выложиться для нашего освобождения. И они выложились. И сегодня копаться в них, пытаться их как-то очернить, это очень недостойное дело. Субтитры создавал DimaTorzok